Всем привет, ребята! Меня зовут Богатей ищи Ди. Добро пожаловать в новое видео! Есть такой автор, которого зовут Роджер Граймс. Он написал книгу под названием «Апокалипсис криптографии. Подготовка криптографии к квантовым вычислениям». В процессе написания этой книги он общался со многими ребятами, которые в этой теме соображали чуть больше него и, конечно же, больше меня. Также ему часто слали электронные письма, если не имели возможности приехать навстречу. В одном из таких писем Роджер и рассказал следующую историю. Ко мне пришел один парень, который предварительно анонсировал, что смог взломать традиционное асимметричное шифрование данных с помощью обычных классических компьютеров. Но рецензенты обнаружили в его алгоритме недостатки, и этому парню пришлось отозвать свою работу. Но сегодня китайская команда сообразила, что его единственная ошибка, погубившая весь алгоритм, может быть решена с помощью небольших квантовых компьютеров. Низкоуровневых квантовых компьютеров. Поэтому они протестировали свою идею, и это сработало. Да, ребята, буквально на днях китайцы представили одну интересную работу, которая продемонстрировала возможность взлома достаточно длинных RSI-ключей с помощью современных квантовых компьютеров. И самое главное, низкоуровневых квантовых компьютеров. Впервые в истории люди сумели взломать 48-битный ключ с системой всего из 10 сверхпроводящих кубитов. Ты просто осознай этот момент. Это произошло впервые в истории. Такого еще никогда не было. По оценкам китайской команды, квантовая схема из 372 кубитов будет в силах бросить вызов безопасности 2048-битных RSI-ключей. Короче, всего 372 кубита. Теперь посмотри на этот график. Здесь мы видим проекцию развития процессоров IBM. И мы видим, что процессор IBM Osprey уже открывает такие возможности в этом году. А именно 433 кубита. При этом в 2025 году он масштабируется до 4158 кубитов. Значит, этот процессор в будущем сможет дешифровать 2048-битные ключи. И если что, биткоин зашифрован 256-битным шифрованием. Так что возникает вопрос, неужели китайцы сегодня представили алгоритм, который взломает биткоин в будущем? Собственно говоря, вот этот отчет от китайских ученых. Очень длинный, на 32 страницы. Здесь много всякого интересного. Я оставлю это в своем телеграме, а ссылка на него будет в описании под видео. Если захочешь, можешь перейти и почитать. Может быть, что-нибудь ты здесь и поймешь. Итак, группа китайских ученых впервые в истории взломала 48-битный RSA-ключ. Для взлома 2048-битного ключа нужно всего лишь 372 кубита. Процессор IBM уже в скором времени будет поддерживать 433 кубита. Биткоин же зашифрован 256-битными ключами. Вопрос, неужели IBM уже через несколько лет с помощью китайских ученых сможет взломать биткоин? Журналист Райан Моррисон у себя в Твиттере пишет. Сообщение о том, что у группы китайских ученых есть алгоритм, способный в будущем взломать 2048-битный ключ с помощью квантового компьютера на 372 кубита, возможно, оказались несколько преждевременными. Я поговорил с некоторыми экспертами в области квантовой криптографии, чтобы понять больше, и вот, что они ему рассказали. На данный момент криптографические эксперты говорят, что описанный алгоритм не сможет масштабироваться должным способом, ведь каждый кубит удваивает мощность компьютера, но добиться связки кубитов очень сложно. В 1994 году математик Питер Шор опубликовал алгоритм, который может взломать большинство криптографических систем, но для его работы нужен компьютер с миллионами кубитов. Но даже в таком случае Шор не мог точно сказать, сколько времени понадобится на взлом. По его словам, это может занять миллионы лет. На данный момент в конце этого года выходит машина Osprey от IBM, которая будет иметь только 433 кубита, но никак не миллионы кубитов. К тому же, блокчейн биткоина способен обновляться, в том числе и для защиты от подобных способов взлома. Алгоритм биткоина как бактерия, которая длительное время подвергается воздействию антибиотиков и просто-напросто к ним привыкает. И антибиотик больше не действует. Такая гонка существует уже давно на самом деле. К примеру, защитой криптографии от квантовых вычислений занимается компания PQ Shield, которая является лидером в своей сфере. И одними способами защиты от квантовых вычислений, по словам директора этой компании, является реализация гибридных сертификатов. Когда у криптографической системы появляется мост между разными алгоритмами шифрования. Но новый алгоритм китайских ученых предлагает взлом ключей с помощью низкоуровневых квантовых компьютеров. Команда говорит, что они взломали 48-битный RSA-ключ, используя всего лишь 10-кубитную квантовую компьютерную гибридную систему. И миллионы кубитов уже не нужны. Алгоритму достаточно всего 372 кубита для взлома 2048-битного ключа. Однако то, что они подают как сенсацию, генеральный директор-основатель постквантовой криптографии PQ Shield Али Каафарани сказал, что китайская команда не выполнила обещания своих исследований, которые представила в этой работе. К сожалению, как классические, так и квантовые подпрограммы предлагаемого алгоритма имеют серьезные проблемы масштабируемости. И кроме того, в статье основное внимание уделяется только количество кубитов, полностью игнорируя время работы предлагаемого алгоритма, говорит он. Я не очень понял, почему он сказал к сожалению, ведь он занимается защитой криптографии. Для него должно быть к счастью. Так что, ребята, отставить панику, биткоину пока ничего не угрожает и навряд ли квантовые вычисления смогут ему угрожать в ближайшие десятки лет. На этом все, меня зовут богатейший Ди, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok